МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война застала в должности первого секретаря Лепельского райкома партии. И он остался на оккупированной территории, чтобы организовать народное сопротивление на севере Лепельского района. Ему удается создать отряд, впоследствии он перерос к бригаду, он командир ряда бригад. Под его непосредственным руководством была создана партизанская Полоцко-Лепельская зона, которая насчитывала 3200 квадратных километров с общей численностью до 100 тысяч мирного населения. Эту территорию партизаны контролировали. Протяженность зоны обороны составляла 287 километров, в том числе 25 километров по берегу Западной Двины. К концу 1943 года здесь дислоцировалось 16 партизанских бригад, насчитывавших 17 тысяч бойцов. Столицей партизанской зоны стал районный центр Ушачье. Народные мстители не давали врагу покоя ни днем, ни ночью. Громили гарнизоны, взрывали мосты и склады, срывали перевозки по железным и шоссейным дорогам. Например, шоссейной дорогой Лепель-Березино-Парафьянова и железной дорогой Лепель-Орша гитлеровцы не могли пользоваться вовсе. Весной 1944 года фашисты, пользуясь тем, что фронт стабилизировался и Красная Армия перешла от наступления к обороне, разработала и пыталась провести против партизан Полоцко-Лепельской зоны одну из самых крупнейших карательных операций, которая называлась «Весенний праздник». 11 апреля 1944 года 60-тысячная группировка врага при поддержке авиации, артиллерии и танков начала наступление на партизан Витебской области. Карателям противостояли 16 партизанских бригад, общей численностью 17 тысяч человек. Партизанские бригады 25 дней сражались с превосходящими силами противника, но кольцо блокады сужалось. В сложившейся обстановке оставался единственный выход – прорыв. Он состоялся в ночь на 5 мая 1944 года. Из смертельной ловушки вышли оставшиеся в живых партизаны и 15 тысяч мирных жителей. Впоследствии на этом месте в 30-летию освобождения Беларуси в 1974 году будет построен мемориальный комплекс «Прорыв», функционирует до настоящего времени. На плите мемориального комплекса «Прорыв» выбита надпись. Их было 17195 против 60 тысяч. Мужество народа победило, смерть стала бессмертием. Именно за эту операцию полковник Лобонок и был удостоен уникального для партизанского командира полководческого ордена Суворова первой степени. В память о славном сыне Отечества его имя носят улицы в Минске и Лепеле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok